Добрый день, дорогие коллеги, добрый день, дорогие друзья. Сегодня в этом небольшом стримчике хочу с вами поделиться о том, как работать с вот этой книгой, Picture Book. В данном случае у меня по стартерам Picture Book. Кто меня читает, тот знает, что в этой книжечке есть весь необходимый словарь, практически весь необходимый словарь, который нам нужен для экзамена. Ну, в данном случае, Скорджет. Мои детки еще называют эту книжку Манки Бук, потому что понятно, что там есть Манки. Я, например, счастливая обладательница пяти таких книжек, поэтому у меня группа маленькая, на каждую парту я могу положить по одному учебнику, и будет нормально. В основном же, конечно, вы можете использовать ее в PDF-варианте, в электронном виде, потому что, к сожалению, этих книжек на продажу нет, они не достались так от моих партнеров, чисто-чисто случайно, говорят, то их очень ограниченное количество. Бумага здесь очень плотная, хорошая, ну и картинки, естественно, очень-очень качественные. То есть, если мы готовим к экзаменам Кембридж, конечно, есть смысл, и обязательно это надо делать, пользоваться ресурсами и материалами Кембриджа для подготовки к экзаменам. Эта книжка есть в свободном доступе, также к ней есть буклет с заданиями. Но, по мне, так, конечно, не хватает заданий, которые есть в буклете по отработке с этой книжечкой, и поэтому тоже мы ищем что-то, какой-то альтернативный способ поработать с этой книжечкой. Что вы можете делать? Ну вот сегодня я расскажу про страничку 16-17, как вы видите, в развороте. Вот так. То есть она идет в развороте, достаточно большая. То есть это, получается, у нас А4, значит, это формат А3. На самом деле можно не полениться и не пожалеть денег, а распечатать все это действительно красивым вариантом, таким разворотом, да, А3, если у вас нет. Либо же просто использовать, как я уже говорила, через монитор, через выход на проектор в электронном виде. Что мы можем делать? Если у вас есть распечатанный вариант, значит, мы можем с помощью различных sticky notes, то есть элементарно берем, раздаем деткам sticky notes, ну, поменьше нужно для такой книжечки, да, и просим их написать слова, даем лимит, например, там, 5-8 минут, в качестве warm-up, например, написать слова, которые они знают, и приклеить их сюда. То есть здесь они могут написать clock, приклеить, да, здесь они могут написать bell, здесь они могут написать letters, numbers, ну, и все что угодно, да, допустим, вы им даете задание, ну, вот 20 слов мне напишите, там, ну, 10 минимум, допустим, да, за это время. Затем очень важно правильно оценить это, да, то есть если лексика употреблена правильно, то есть clock прицепили сюда, а не, скажем, вот сюда, да, вы засчитываете 1 балл. Если же еще и scaling правильный, вы засчитываете еще 1 балл. Таким образом по 2 балла за каждое слово они могут получить. Конечно же, это работа в паре, лучше, чем в мини-группе, лучше, чем индивидуально, потому что они действительно так вспоминают и support each other. Кто-то обязательно сильнее и подскажет больше. Вот. Что еще можно делать? Когда вы работаете, я, например, вот именно по этой страничке ввожу present continuous. До этого мы с ребятами берем основные глаголы, лексику, то есть просто verbs, 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 и именно с вот этой книжечкой я ввожу present continuous, потому что family and friends 1. Этой темы нет, но она нам нужна для экзаменов. Что же можно сделать, да? Идти надо не все сразу, идти надо по порядочку. Ну, допустим, сначала мы описываем только верхние картинки. На доске я пишу правила he is, she is, they are, it is и пишу глагол плюс in. Дети уже понимают, да, что это такое, и мы начинаем отрабатывать. It is sitting. They are playing badminton, basketball, sorry. They are playing basketball, they are playing football, they are playing hockey. Я обязательно рассказываю детям, что hockey бывает не только ice hockey, но и другое, да. Мы все это с ними проговариваем. Обязательно идет finger pointing, да, потому что я говорю, они показывают. Finger pointing нужен для того, чтобы они получше запоминали слова, услышали 20 раз, как вы произносите это, да, затем они делают point, и можно повторить эти все слова, да. Потом мы идем на эту картиночку, допустим, да, описываем, кто здесь, что здесь у нас, да. The teacher is reading a book. Лучше не просто говорить she is reading, а более такой уже expanding vocabulary давать, не бойтесь, ничего страшного. Не просто he is playing, а he is playing computer games. Таким образом, вы вводите здесь три play различных. Play sports, play computer game, и вот здесь у нас есть еще play the guitar, да. То есть вот таким образом можно все это потихонечку ввести. Но недавно я попросила свою коллегу Наталью, мы работаем вместе, и она у меня мастер различных компьютерных штучек, попросила ее сделать в качестве презентации. И вот сейчас я покажу, как у нее получилось, и с удовольствием я это использую на уроке, и сейчас расскажу вам, если вам понравится, где вы это можете найти. Так. Итак, внимание, демонстрация экрана, да. Значит, вот такая презентация. Вы видите, что здесь весь разворот поместился, да, поэтому немножечко как бы она так исказилась, но это не столь существенно, все и так понятно. Нажимаем пока слайдов, и сначала, да. Вот. Теперь, для того, чтобы мне с детками отработать любой глагол, я попросила Наталью навести и увеличить эту картинку. Вот смотрите, вот был bird, да. Детки отвечают мне, они видят сейчас увеличенную картиночку. Вот так, да, то есть она увеличивается. И детям виднее. И мы называем it is sitting. Конечно же, я буду делать это в разброс, да, но именно по тем двух картинкам, которые я взяла на первом уроке. Здесь я говорю, например, he is playing computer games. Да, и так мы с ними отрабатываем. They are playing football. She is reading a book. И так далее, да. То есть в чем хороша эта презентация? Потому что все вот эти вот мелкие images, да, вы можете их увеличить. Отдельно вот Наташа сделала их. Вот, например, he is asking a question. То есть они видят, что увеличивается, и отвечают именно то, что увеличивается. They are sitting and listening to the teacher. Можно так сказать, да, и так далее. То есть вот такая замечательная презентация по monkey book. Она у нее не одна. У нее есть at school, у нее есть at the beach. И я попросила ее тоже сделать и по всем остальным книжкам из этой, по всем остальным страничкам из этой книги, да. Так, на второй урок вы уже даете среднюю картиночку и третью картиночку, да. Но ни в коем случае не давайте все сразу вместе. Конечно, очень важно в конце этого занятия, после того, как вы проработали все с презентацией, с книжечкой, сделать repointing, там, listen and repeat. Прогнать это по кругам деткам, да. То есть по кругу идут, они по очереди отвечают, что увеличивается на картинке, используя present continuous. И здесь мы их обязательно поправляем, потому что в этом случае мы работаем как раз-таки на accuracy. И затем обязательно в конце урока, или в конце блока вот этого, да, нужно попросить ребят написать минимум два предложения по той картинке, которую вы им укажете, да. То есть, например, только с верхней картинки, или classroom слева, или classroom справа, или classroom посерединке. Зачем это нужно? Это закрепление. Для вас это чек, насколько они поняли, что они пропускают, над чем поработать в следующий раз. А для них это будет еще и подсказка на следующий урок, потому что на следующий урок мы опять будем работать с present continuous, описывая картиночку посередине и там, где music class. Так что на этом все у меня. Я сейчас под эту запись выложу вам саму книжечку еще разочек, да, выложу вам ссылочку у Натальи, она вам пришлет эту презентацию. Это абсолютно бесплатно. У нее есть еще несколько наработок подобных. Я пользуюсь ими, потому что много именно делает она того, что нужно мне по ей просьбе. И вы ей напишите, она вам пришлет эту презентацию. И все. А я выложу книжку, выложу буклет с заданиями. Ну вот, на этом все. Так что успехов вам. Творите, творите, пользуйтесь качественными, хорошими материалами. Счастливо. Приятного вам дня. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok